В этом видеоуроке ты узнаешь, можно ли спать на смертном одре умершего человека Если твоя мысль постоянно будет вращаться вокруг смерти, твой жизненный путь будет прям и прост. Каждый вечер освежай свой ум мыслями о смерти, так говорили самураи. Этим-то мы сейчас и займемся, дорогой друг. Если ты пережил опыт потери близкого человека, ты наверняка поймешь меня, уважаемый читатель. Я прекрасно помню, как моя мама после смерти отца длительное время спала на его диване. Мне кажется, именно это ей помогло справиться с болью утраты в первые месяцы. Так поступать было нельзя. Образ мирно спящей мамы встал перед глазами. Пришлось разобраться подробно в этом не дающем покоя вопросе. Для начала медицинский аспект. Если человек умер на кровати не от страшной инфекционной болезни, этот обычный предмет интерьера не несет никакой опасности. Достаточно продезинфицировать спиртом все возможные поверхности, а спальное место вновь готово к использованию. Можно также воспользоваться кварцевой лампой для обеззараживания помещения и всех предметов в нем. Это особенно уместно, если болезнь умершего все же была связана с вирусной инфекцией. Кварцевая лампа используется в медицинских учреждениях, излучает ультрафиолетовые лучи и дезинфицирует все вокруг. Итак, постель продезинфицирована, постельное белье покойного сожжено. Но вопрос остается, можно ли спать на кровати умершего родственника? Священники не считают это действие греховным. Почему же нет? Не стоит смешивать темные суеверия с верой. Да, лучше окропить спальное место отошедшего умеряемого родственника святой водой. Еще лучше позвать в дом священнослужителя, который проведет обряд освящения. Все этого вполне достаточно, чтобы по назначению применить ложе, доставшееся в наследство. Жизнь человека так скоротечна, никто не знает, когда пробьет его час и сколько еще удастся быть рядом с любимыми людьми. Смерть приходит ко всем великим и простым. Она беспощадна. Готовим мы к этому моменту или нет? Можно ли спать на кровати покойника? Экстрасенсы, общающиеся с потусторонними силами, считают, что не стоит этого делать, если человек был при жизни медиумом или магом. Объяснение простое. Сильное энергетическое поле человека, обладавшего сверхъестественными способностями, может беспокоить отдыхающего на его одре. Могут возникать тревожные сновидения и даже удушья. Не знаю, как ты, мой милый читатель слушательный, но я не встречал пока еще ни одного сильного мага. Если умерший не занимался магией, сон на его кровати допускается. Главное, не забыть зажечь свечу и поводить ею над и под кровати, чтобы убрать всю скопившуюся негативную энергию. Огонь очищает. Не лишним будет и окропление святой водой, и посыпание постели солью, которая также известна своими очищающими свойствами. После таких ритуалов спальное место становится пригодным для использования. Можно ли спать на кровати покойника? В конце концов, решать тебе, дорогой друг, если ты не склонен верить в колдовство, если ты не пугаешься внезапного ночного шуршания, ущиненного соседним или котом, если ты спишь крепко и не помнишь своих снов, думаю, можно. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал. Нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.